ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В итоге мы на этой ноте нашли общую точку соприкосновения и создали команду, боеспособный коллектив, который в принципе подошел по окончанию предыдущего тура с тремя поражениями, подошел к нашему домашнему. Конечно, это прям сильно психологически, физически после двух игр, после Нальчика тяжелого, после тяжелого Черкеска. Просто мы на Краснодар уже выходили, вообще ни сил, ни эмоций, ничего. И мы им тоже проиграли. Конечно, расстроены, тут все рассыпалось, мы только собрались, тренировок почти не было. Сразу же тур проигрываем, мы вот, знаешь, как-то подостудило, знаешь, что-то бух, и потом американские горки, и бух. Мы были не сыграны, были не мотивированы, были как-то, знаешь, расхлябаны, что ли. Никто как-то не верил в друг друга. Не то, что даже в друг друга, а просто, что вот это все как-то начнет... Из этого что-то начнет получаться, короче, из этого что-то начнет лепиться. Потом раз проиграли, вот эти разговоры в раздевалке, разговоры в группе, разговоры просто, когда мы виделись, где-то там пересекались. Они потихоньку начинали тоже как-то действовать на нас, где-то злить. Меня, например, очень это злило. Я понимал, что, ну, ты выходишь на площадку, ты не уступаешь этим людям, но из-за того, что они чуть-чуть сыграннее, в какой-то момент, в какую-то секунду знают, куда бежать, где-то кого-то подстраховать, где-то кому-то заслом поставить. Вот в этих моментах мы проваливаемся. Меня это заряжало, меня это мотивировало. Когда каждый приходит на тренировку, и сама тренировка получилась, ну, просто фантастическая атмосфера. Это было настолько приятно, что ребята просто забыли о баскетболе, приходили просто пообщаться, вспомнить прошлое, дружбу, как они раньше играли, тренировались, бегали, играли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ну сегодня и Юрки нету, всего 33 очками. Надо делить очки. Надо делить, да. Ну Юрка позажала. Я? Вот это? Да. Да, вот этот еще тот, как Денис Рудман. Все, отлично. В случае Дениса Рудмана есть, это было оригинально, а этот уже... Ну тут, помнишь, пришел, свалил на платье? Есть серьезная информация. Мы не на игру пришел. Не на игру? У тебя что-то за этот... Как будто бы потеки. Угу. Есть здесь серьезная информация. Мне написал Юра. Сейчас прямо скажу, казбыч, я буду, только никому не говори. Пойдем, мы стоим. Повеселее, ты встанешь. Повеселее, ты встанешь. Первая игра с черкесском была самая эмоциональная. Это было вообще прям жесть. Я прям чувствовал, как все хотят выиграть. Ну, не знаю, вот черкеска играет с черкесском. Это бомба вообще. Это эмоционально очень было горячо. И очень важно было выиграть эту игру. Мне кажется, от этой игры прям все зависело. Вот выиграй эту игру, я так про себя думал. И дальше все пойдет уже круто. Как-то дерби черкесское самое важное было. Честно, не буду говорить. Это, конечно, очень важно было для нас психологически. Мы, конечно, готовились очень сильно. Выходили на площадку. Переживали очень честно. В раздевалке все. Никто почти не показывал. Но видно было, что все переживали. Пселенки закончились, наверное, после первой половины. И вторую половину уже заканчивали на морально-волевых. Не хотелось ни бежать, ни бросать. Но это надо было делать, потому что эта игра была самая-самая важная для нас. Так как это для нас были самые принципиальные соперники в этом туре. Первые две четверти они как-то держались. Это уже, наверное, были морально-волевые. А потом мы в какой-то момент просто переломили. И этот момент с Алиупом. И вообще там начали пацаны уже тоже поливать. У Лехи пошло. Казик там уже не глядя раздавал. Ну и гапочка там уже. Ну про гапочку вообще не говорю. Там человек просто вот так вот просто. Там в домике ходил, все забирал, все пацанам раздавал. Там человек ребаунс. Я его уже называю человек подбор. Просто схавал. Просто схавал. Все, что движется. И потом там, ну потом переломили и ушли вперед. И победили. Очень важная победа. Я считаю, что одна из самых важных вообще. Ну то есть это одна из немногих побед. Начнем с этого. И это очень нужная победа для команды была. Потому что мы, можно сказать, не чувствовали вкус побед. Все ребята молодцы. Игорь Корпенко со своим броском, со своей головой. Очень помогут нас. Гапочка, стена просто. Знаешь, там все таран, там сама отдача. Там тоже неимоверный. Там свои броски и трешки. Там просто физика проходит. Там Ваня молодец. В защите отработался. Ну, в принципе, все молодцы. И у нас дело. Исей Павлович Корпенко. Он хороший тренер. Его многие знают. Его решение тоже. Возможно, мы будем победить. И тут эта победа на домашней трибуне с такой сумасшедшей поддержкой. При своих родных, близких, друзьях. Там все пришли те, с которыми мы дружим. За нас победили. И это было для нас прям очень важно. Мы поняли, что мы можем. Мы зашли в раздевалку. Все радовались. Там это все классно. И, наконец-то, это была важная игра. Основные задачи, наверное, привлечь молодежь. Баскетбол нравится с детства. Но в детстве, например, не было таких команд, куда хотелось бы попасть. Не было таких тренировок. Не было такого азарта. То есть, баскетбол проходил только по телевизору. И где-то на площадках. Хочется создать команду, в которую дети захотят прийти с самых юных лет, с 9-го класса, с 10-го класса, попасть. И двери будут открыты для всех. Как бы это, наверное, основная задача. Была в центре именно социальная инициатива. Как бы это громко ни звучало, но мне было интересно, что я имею какое-то хотя бы незначительное отношение к развитию спорта. Людей, которые любят заниматься этим спортом. Как бы Адам сказал, дать возможность, еще одну дополнительную возможность реализоваться тем, кто видит себя в баскетболе. Я сам не очень хорошо играю в баскетбол. Не особо им увлекаюсь, по правде говоря, но мне нравится быть причастным к чему-то значимому. Даже суть не в баскетболе, на самом деле. Но поступила инициатива от ребят. Казик с детства всегда этим увлекался, мои близкие друзья. Адам тоже, как оказалось, и любит, и умеет неплохо играть в баскетбол. Они предложили мне. Я с радостью принял. Потому что незначительная часть, наверное, со своей стороны. Я бы даже обрисовал так, что ребята играют, а мы просто где-то рядом что-то делаем. То, что можем. Так, естественно, я считаю, основа эта команда. Ребята молодцы, нас очень порадовали. Потому что я помогаю Иси. Я тебе скажу так. Когда получают мячик приказчиков, то ***, кто бы из нас его не держал, страховать. Леха, мы ***, куда нет. Леха, без сразу. Как только на приказ зайдет передача, от своего бросая ***, я бегу. Даже если Жека гамочка его держит. Потому что приказ весит 130 килограмм, он Жеку развернет. Только помощь. И поэтому ***, мы его делаем. Пусть ков включит, попереда. Да. Пора. 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 С Нальчиком вторая игра Это вообще, конечно, разрыв был Вообще, Нальчик такая для Черкеска, мне кажется, Нальчик одновременно и самая удобная и самая неудобная команда Потому что, ну вот я помню, я когда в Эльбрусе играл, мы с Нальчиком все время играли Все время это было эмоционально напряженно Одно время оказалось, что мы прям на голову сильнее Нальчика Потом какое-то время был Нальчик вроде бы как на голову сильнее нас Ну неважно, неважный был расклад По факту, это всегда каждая игра была прям Прям вот Лига чемпионов Здорово! 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 После двух четвертей в большом перерыве мы проигрывали 14-ю Уже очков и на скамейке все вообще без настроения, вообще расстроены Уже в тишине в раздевалке, когда мы все сели Начали там один это, надо это, надо то Зашел тренер, тренер всех успокоил, сказал так, ребята, нам надо делать это, 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 это Говорим, что да, 14 проигрываем, это очень много на этом уровне Должен там 6-7 атак забить и при этом 6-7 атак в ответ от защищаться Представь, да, 14-я не мало Мы понимали, что будет очень сложно, надо собраться, трибуны нам помогают, нас гонят Вперед и мы выходили и у нас задача была не здесь и сейчас прям сразу отыграть 14-я А давайте, у нас есть третья и четвертая четвертая Давайте в третьей отыграем 6-8-10, сколько сможем Был такой переломный момент, что, ну, Леха правильно сказал, и Казик правильно сказал, что началось все, наверное, с Ванька Он одного зажег, потом Казик зажег, ну, Казик всегда был зверек в защите, поэтому вот они вдвоем как-то взяли эту, я не знаю, поводи эти, шлепнули и пошло-поехало, короче, Леха начал попадать, короче Ну, на скамейке, например, мне, что отрадно было, я это все видел со стороны, как пацаны это делают, как пацаны за это борются, с зубами вгрызаются То есть, вот они своим вот этим, знаешь, настроем сбили весь настрой противника И молодцы ребята, конечно, не сломались Я им очень благодарен, они за четвертую четверть отыграли эти 6 очков Я как сейчас помню, там, одна секунда или две секунды остается Равный счет и там 70, что-то 5-75, по-моему, что-то такой, по-моему, был счет И барбу у них умели, они не помнят, и он с середины поля у них, то есть, все уже, кидают или овертайм, или они выиграли И мяч, бум, по кольцу, прям, ну, по щеку, по кольцу прокатился, и мы Фу, короче, фу, овертайм, чуть не похоронил нас РАСТРИЙ 통 время ДРРА! Давай, 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 давай Играет музыка. 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 Это просто гордость за то, что у нас есть такие ребята в команде. Казбек Карданов, Казбек Карданов, это и есть сам был Баттон. Этот человек после одной из игр подошел ко мне, будучи обладать настоящим таким духом, сердцем. Он подошел ко мне после проигранной игры, отдав все силы, он подошел, я видел его на глазах, как частичка слезы, потому что подошел, ты же видел тренера, я отдал все это ей, я постарался. Человеку почти 40, и он до сих пор старается так, как должен стараться любой человек, который пришел к нам на тренировку, который пришел к нам в баскетбол, который пришел. Он должен видеть таких ребят, он обязан видеть таких ребят, иначе он не будет знать, что такое баскетбол. Это живая команда. Мы подтянули Виталика Жигунова, это вот человек, который обладает словом, скажем так, возможностью сказать такие слова, которые человек, услышав, просто идет, улыбается, начинает играть баскетбол, просто доносит мысли, как это должно выглядеть. При этом он очень энергичный, своего ребенка приводит, человек реально отдает баскетбол. Он говорит, на домашний тур я буду, ребят, больше нет. И на домашнем туре он отыграл первый руль, просто космический, молодец, и мой родник, спасибо за это. Мы рады, что он в нашей команде. Слава Шаманов, блин. Просто без этого человека, наверное, без него и без Вани Гребенца, это вот два человека, которые очень нужны нашей команде. Это перспективнейшие ребята. Почему, в принципе, мы не можем дальше показывать, как этот уровень выглядит, без них? Мы просто не можем. Молодцы ребята приходят, так же после работы, после тяжелого рабочего дня приходят и реально отдают себя. Ни разу нельзя было сказать, что, ну, ребята, почему мы не бежим? Ребята, почему мы не падаем? Реально, ребята просто стараются и делают то, что они могут, насколько это возможно. После двух тяжелейших игр, эмоционально и физически, нам надо встречаться с Краснодаром, с молодым. Ребята тренируются два раза в день, у них налажено все, у них тактика, система в голове. Они заточены на баскетбол, они бегут просто, я не знаю, у нас ни один человек в команде так не бежит, как у них там, полкоманды бежит. И мы понимали, что, конечно, завтра где-то мы можем переиграть, но это будет очень сложно. И мы сразу же получили, по-моему, пять очков, там, таймал, что-то, блин, бегут, ну, знаешь, ну, тяжело себя заставить после двух тяжелейших игр. Мы собрались, молодцы все ребята, тренер сделал пару-тройку замен правильных, ротация, кому-то дал больше времени, кто не отыграл, кто был более зле с силами основных игроков, которые отдали все силы за эти два дня. Я чуть меньше выпускал, но в правильные моменты. И мы зацепились за них, и три четверти мы шли прям ровно, ровно шли, там, то мы, то это, я даже статистику смотрел, лидерство команд переходило там, там, чуть ли не десять раз. То есть десять раз за игру, то они лидировали, то мы лидировали. Представь, да, какая была заруба у нас. Хорошо, хорошо. В четвертой четверти их тренер принимает решение прессинговать нас. Он правильное решение принял, потому что он видел, что мы возрастная команда, что мы без сил, что это две тяжелые игры, и что если сейчас прессинг нам даст, то мы физически еще подсядем, и он нас переломит. Ну, мы там раз провалились, два где-то, я даже это не считаю, у нас правильный тайм-аут от тренера. Сразу же мы разобрали их прессинг, как они прессингуют, где кто стоит, и просто в четвертой четверти мы их раскидали. И тот прессинг, который должен был нас напрячь, где мы должны были подсесть, мы в итоге еще легче было, и мы просто там двумя-тремя передачами их раскидывали, и забивали легкие мячи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Закончили мы тур домашний. Я думаю, сыграли намного выше того, что, если честно, даже мы сами ожидали. Анализ еще не проводили, но на свежих, грубо говоря, эмоциях, что ли, я не знаю. Очень нравится то, что даже там пишут про нас в этой Лиге Юг, то, что преподнесли сюрприз, и, наверное, даже для себя самих преподнесли сюрприз. Если вспомнить начало, все препоны, которые пришлось преодолевать, тому же Казбеку, тренеру нашему. Я не знаю, что будет дальше, если честно. Потому что дальше будет тяжелее. Но хотя бы, я не пойму, это, наверное, чувство гордости за пацанов. Мало играл в командах с такой атмосферой, с такой поддержкой друга, друг друга. Это многого стоит. Вот только ради этих ощущений стоит заниматься спортом. Я там свои 40+, так же прыгаю за мячом, так же они не дают мне чувствовать свои 40 с лишним лет. Я постоянно, быть в тонусе для них, как бы, я не скажу примером, это громкие слова. Но быть с ними на равных хотя бы, это такое, я не знаю, как это объяснить словами действительно. Но хотелось бы, конечно, чтобы это все имело продолжение. Что будет дальше, мы пока не знаем, но будем работать. Знаем, что нас многие поддерживают. И надеюсь, это все не закончится. Но я в любом случае, я рад, что это в моей жизни появилось. Я рад, что это очень сблизило нас с ребятами. Это заставило многих поменять образ жизни. Это заставило где-то свое «я» научиться запихивать куда-нибудь подальше. Больше словом «мы» звучит. Это, наверное, и есть жизнь правильно. Я не знаю, что еще сказать. Наверное, вот так как-то. Спасибо.